Впереди у нас затмение солнечное 1 мая и 16 мая лунное затмение. Так как затмение солнечное будет происходить ночью с 30 на 1, то некоторые говорят астрологи 30 затмение, некоторые 1, в зависимости от часового пояса. Мы будем по Москве рассматривать, поэтому что солнечное затмение, какую кармическую задачу несет для каждого знака зодиака. Я предлагаю вам такой прогноз. Почему? Потому что с 1 мая по 16 мая мы вступаем в коридор затмений. Коридор затмений в принципе бояться его не надо, это просто мощное влияние энергии солнца и луны. Которая показывает нам, дает нам увидеть наши точки роста. Точка роста называется, это такая ситуация, которая максимально активизирует в нас жизненные силы и ресурсы. Как правило, люди воспринимают это как негативное обстоятельство. Я же в своей жизни воспринимаю любое препятствие как трамплин к росту, к старту и движению вперед. Поэтому мы сейчас посмотрим, какую кармическую задачу для нас ставит это солнечное затмение и, соответственно, коридор затмений для каждого знака зодиака. Итак, овен, ясность сознания. Овну необходимо понять, что от ясности восприятия мира зависит его дальнейшее развитие. И необходимо понимать, что вера это есть необходимая часть преодоления тьмы. То есть задачей наработка веры является для овнов. Тельцы, рождение тельцы, вы возрождаетесь. В этом коридоре затмений вам будет дан шанс возродиться. Рождение новой личности, нового проекта, новых обстоятельств. Очень, а так как тельцы, в принципе, апрель и мая, дне вашего рождения, так что есть большой шанс нового рождения, более яркого, более красивого. Близнецы. План ароматов. Вам необходимо научиться в этот коридор затмений, научиться воспринимать мир не только как картинку, но и как вкус, аромат. И это мощное преобразование природы чувств. Это мощный эмоциональный уровень божества. Исчезновение неприятных запахов, в том числе и своего тела. Божественные проявления. Это достигается очищением вкуса. Очищение вкуса происходит во время аскезы, когда мы убираем соль, сахар, когда мы начинаем воспринимать вкус вот в истинном его проявлении. И эта карта на событийном плане показывает, что у вас всё прекрасно. Вы благоухаете в прямом и переносном смысле. Поэтому, дорогие близнецы, благоухаете в коридор затмений. Раки. Джняна. Рака. Передача миру своего опыта. Осознание, но ещё не реализация, это лишь проникновение в мир концепций и идей. То есть для раков очень важным станет анализ своего опыта жизненного. И выведение, скажем, таких догм, как законы бытия влияют на получение опыта человека. Дальше. Львы. Какой опыт вы должны приобрести? План абсолюта. Ну, вы выходите на уровень полной отработки своих кармических задач. Когда вы полностью понимаете все принципы жизни, вы укрепляетесь в истине и больше вы ничего не боитесь. Вы умеете видеть, чувствовать и осознавать все принципы кармических задач этого воплощения. Очень здорово. Лев. Дева. Феноменальный план. Очень-таки высокие задачи кармические, которые говорят о том, что души, которые будут смотреть этот прогноз, достаточно высокоразвитые и очень многое уже в своей жизни прошли, осознали и поняли. А здесь вот на этом феноменальном плане львы, львы, а это девы, девы должны будут уже свой опыт нести в мир. То есть, возможно, вы начнете практику учительства, наставничества, и если вы боитесь, вам необходимо будет пройти урок избавления от этого страха и все-таки войти в мир наставничества и учительства. Вот для дев. Весы. План изначальных вибраций. Так, что у нас для весов? Вам будет дан урок, который поможет вам умиротворить и упростить свою жизнь. Вы получите доступ к знаниям, никогда не существовавшим в жизни человека. Вы получите новые знания свыше. Вообще здорово. Весы и скорпионы. Лунный план. А скорпионы будут учиться быть женщиной, проявлять женскую энергию, чувственность, эмоциональность, сострадание, отдавать и принимать. Течь, быть гибкой, пластичной и умиротворенной. Это для женщин. А мужчины должны будут тоже в себе наработать качество гибкости и пластичности. Стрельцы. Стрельцы. Счастье. Стрельцы. Вы получите опыт осознавания счастья высшего бытия. Козероги. Божественная сила. Обалдеть. Какие карты. Просто вот, ну, очень интересно. Очень здорово. И, козероги, вы просто выходите на уровень, когда в ваших руках сосредоточена вся сила высших энергий. И вы сможете помогать и как себе, так и другим людям. И эта карта говорит о том, что вы сможете предвидеть и видеть всю истинность будущих событий. Бодолеи. План жидкостей. На этом уровне кармической задачи для водолеев служит... Вам необходимо научиться превращать жар в тепло духовной энергии. То есть человек с жаром, страстью, входя на духовный путь, с таким фанатизмом идет вперед, отметая все материальные, скажем так, вещи из своей жизни. И вам необходимо этот жар остудить до уровня тепла духовной энергии, которая балансирует и вносит гармонию в мир материи и духа. Дух не может существовать без материи, материя не может существовать без духа. И вот этот жар вам необходимо научиться переохлаждать, превращать в тепло духовной энергии. И рыбы. Человеческий план. Рыбы для вас также в этом месяц, в этом коридоре затмений, станет важным умение жить в гармонии с божественными законами. И понять, что все знания находятся внутри самого человека. И уметь эти знания применять в своей жизни. Вот такие задачи кармические открывает для нас солнечное затмение 1 мая. И в течение 16 дней, но 2 недель, мы будем получать опыт этих кармических знаний. Дорогие, желаю вам мягкого, благодатного. Вижу по картам, что люди смотрят этот прогноз осознанные, высокодуховные. И наша задача этот мир сделать немножко лучше и помочь этому миру наполниться добром и любовью. И сделать чистым, мирным небо над головой каждого человека, живущего на планете Земля. Обнимаю вас с любовью и благодарностью за то, что вы меня смотрите. Обнимаю. Субтитры создавал DimaTorzok